Иеромонах Александр Синяков Ректор Русской Духовной Семинарии в Париже Доктор Философии Вы ректор семинарии. Причем семинарии это очень необычное. Вы не могли бы рассказать нам, что представляет собой это семинария, в чем она похожа на русские семинарии в России, и в чем не похожа, в чем ее суть. Наша Парижская Духовная Семинария действительно довольно необычна в своем функционировании, вообще в своей концепции. Она с самого начала мыслилась не как закрытое учебное заведение, а как некоторая база, на основе которой студенты могут получить полноценное европейское образование. Так все студенты, обучающиеся у нас на первом цикле на бакалавриате и на втором цикле на магистратуре, они проходят полноценный курс в одном из университетских учреждений Парижа. То есть они как обычные стопроцентные студенты ходят или в Сорбонну, или в практическую школу высших исследований при Сорбонне, или в католический институт, в зависимости от сферы их исследований и их интересов. То есть они утром уезжают в университет обычно после Божественной Литургии, возвращаются вечером, а в семинарии они получают небольшое дополнение, связанное с особенностями их будущего церковного служения, священнического. А так как в нашей семинарии учатся немало студентов, которые готовятся к служению за границей, то, собственно, цель внутреннего дополнения занятий в самой семинарии — это объяснить им особенности пастырского служения на Западе, особенности межправославного и межхристианского контекста, особенности также межрелигиозной ситуации, юридические особенности существования православной церкви и других церковных общин в тех странах, в которых они будут осуществлять свое служение, обучить их языкам, которые будут им необходимы в их будущей миссии, ну и какие-то остальные предметы, которые мы считаем полезными для будущих пастырей, как за границей, так и часть студентов у нас учатся, например, для того, чтобы вернуться затем в свою родную страну для преподавания, и в таком случае полученный опыт в нашей семинарии им будет полезен для того, чтобы рассказать о нем тем, кому они будут преподаватели, тем, у кого они будут священником. И я со своей стороны уверен, что именно знакомство с другими культурами, с другими контекстами, с другими странами позволяет лучше познать свою собственную идентичность, свою собственную веру, свою собственную культуру, потому что именно вот эта конфронтация своей веры с верой другого человека и другой верой позволяет тебе самому укрепить свои собственные убеждения, свои взгляды, свои ценности. Что представляют собой студенты? Они получили уже семинарское образование или частично получили? Как вы их набираете? Что это за люди? Набираем мы студентов в рамках приемной комиссии особой, учрежденной Святейшим Патриархом Кириллом. И приемная комиссия возглавляется в настоящее время архиепископом Егорьевским Марком, председателем управления по загранучреждениям Московской Патриархии. И комиссия руководствуется разными тоже критериями. У нас несколько категорий семинаристов обучаются в настоящее время. Часть из них являются студентами из западных стран. Они набираются, естественно, при наличии, но чаще всего без какого-то духовного образования. Среди них есть те, которые уже во втором или в третьем поколении православные, а есть те, которые обратились в православие сравнительно недавно. Это вот первая категория наших студентов. Они, конечно, начинают с подготовительного курса и затем продолжают на бакалавриате в первом цикле. И те, кто имеет для этого возможности, и на магистратуре позднее. Вторая категория наших студентов – это те, кто являются выходцами из стран СНГ, в частности, из России, из Молдавии и с Украины, но которые по каким-то иным, нежели церковным причинам, оказались на Западе. То есть, которые не то чтобы являются эмигрантами, но которых судьба привела в одну из западноевропейских стран, и уже здесь они почувствовали стремление и призвание быть священниками православной церкви. У них, естественно, тоже обычного духовного образования нет. Поэтому мы стараемся дать им полное духовное образование параллельно с образованием в университетских учебных заведениях. И третья категория – это студенты, которые приезжают из России, Украины, Молдавии, других стран канонической территории Московского патриархата, и которые закончили семинарию или академию у себя в стране. То есть, они приезжают обычно для того, чтобы дополнить свое духовное образование, магистической работой, иногда и докторской работой в парижских учебных заведениях. – Если я правильно понял, вы формируете православных священников, у которых тоже будет второе полноценное западное образование. В чем ценность такой комбинации для будущих священников? – Так получилось, что в епархиях Русской Православной Церкви, по крайней мере, в Корсунской, в которой существует наша семинария, ресурсы, которыми располагает епархия, они не очень велики. И наличие светского образования у студента, оно может ему помочь найти необходимые ресурсы для осуществления затем его священнической миссии, то есть, будучи преподавателем в университете, или, например, библиотекарем, или исследователем в каком-нибудь научно-исследовательском институте. Но это так, практическая сторона. А в этом же самом аспекте, мне кажется, более важная именно духовная составляющая этого преимущества, которая заключается в том, что студенты в течение всего своего семинарского обучения постоянно, ежедневно сталкиваются с тем светским, секуляризованным миром, которому они через несколько лет должны будут проповедовать Евангелие Христово. И свою паству нужно знать. А паство Русской Церкви, вообще Церкви Христовой, не может ограничиваться только теми, кто уже приходит к нам в храм. Совершенно очевидно, что миссия внешняя является неотъемлемой частью церковного служения. Поэтому знать тех, кому ты будешь проповедовать Евангелие Христово, очень важно именно с семинарской скамьи. Это первая сфера, в которой, мне кажется, модель нашей семинарии очень полезной. Вторая, это то, что касается уже более интимной части жизни этих студентов. Дело в том, что беседуя, особенно на Западе, с различными иерархами, с людьми, которые вовлечены в духовное образование, в частности, в подготовку будущих священников, я часто отмечаю, что у семинарского образования сейчас существует большое количество проблем. Каким образом оно влияет на становление личности учащегося? Каким образом оно помогает ему раскрыть в полноте свои таланты? Как оно ему позволяет бороться со своими искушениями, которые свойственны священнослужителю, любому церковному миссионеру? Как оно позволяет ему определиться с внутренними вопросами, проблемами? И вот обучение в среде светских университетов, то есть там, где они встречаются с людьми необязательно верующими, где они постоянно знакомятся с новыми людьми, где они открыты как-то к внешней среде, мне кажется, очень полезно, чтобы студенты не оказались в каком-то таком вот замкнутом на себе внутреннем мире, выйдя из которого они окажутся немножко хрупкими по отношению к реалиям современного общества. То есть это позволяет им уже закалиться и быть готовыми, выдержать искушения, с которыми сталкивается любой христианин, а тем более священник, оказавшись в самой среде человеческой природы со всеми ее проблемами, со всеми ее искушениями. Складывается впечатление, отец Александр, что ваше семинарие – это место просто идеальное для любого русского православного человека, который может жить церковно, духовно и заниматься другим полезным делом. Я не уверен, что наше семинарие является идеальным. У нас еще очень много аспектов. Во-первых, она очень молодая. И то, о чем я вам сейчас рассказываю, это больше идеал, к которому стремимся, нежели то, что мы уже, собственно, достигли. Хотя определенные положительные плоды уже видны. Они чувствуются, их можно видеть, посещая нашу духовную школу. Но проблем очень много. Во-первых, уникальность такого подхода не всегда вызывает однозначно положительную реакцию со стороны даже наших собратьев из нашей родной матери церкви. Мне не раз приходилось слышать критику подобного подхода, что у нас недостаточное количество занятий внутри семинарии, недостаточное количество предметов церковного характера изучаются в рамках образования, которое предлагаем нашим студентам. И я уверен, что многое в нашей семинарии еще можно улучшить. Мы только в начале пути, но нам еще предстоит длинный путь, очень много усилий для того, чтобы эту модель усовершенствовать и опробировать. Вы говорите, отец Александр, что вас критикуют за то православное образование, которое вы даете. Значит, есть отличия между обычной русской православной семинарией и вашей. Какие курсы читаются у вас, какие, может быть, необычные для русских семинарий, и каких курсов у вас не хватает, которые читаются там, и что за люди читают у вас эти курсы? Во-первых, курс, за который меня, собственно, критиковали, и которого у нас нет в самой духовной школе, это «История русской церкви». По простой причине, да, что историю русской церкви наши студенты изучают в Сорбонне, где есть прекрасный специалист Пьер Гуно, прекрасный специалист именно московского периода истории русской церкви, но который преподает и все остальные периоды тоже. И мы стали перед выбором брать кого-то в семинарию, кто будет им дополнять эти лекции, или дать им возможность, чтобы у них было больше времени на работу с такими специалистами, которые, конечно, являются светскими, неправославными людьми, но которые преподают историю нашей церкви с большой любовью и с большим профессионализмом. Мы, естественно, выбрали второе решение. А что касается остальных предметов, то у нас, естественно, ввиду того, что студенты полноценно обучаются во внешних учебных заведениях, мы стараемся нашу внутреннюю семинарскую программу свести к самому необходимому минимуму, учитывая контекст, в котором мы находимся здесь, во Франции. То есть, естественно, большое значение мы уделяем языкам, как древним, так и современным, потому что древние языки, как вы понимаете, необходимы для студентов, особенно магистратуры, тех, которые пишут свои работы в области патристики, в области библеистики. И приезжая из своих стран, они не всегда имеют должный уровень знания древних языков. Современные языки, это, естественно, совершенно навязывается в нашей семинарии, дать студентам возможность изучить французские и другие европейские языки не просто для общения повседневного, но и для церковной проповеди, для написания церковных работ, богословских. То есть дать им возможность выражать не только обыденные вещи на иностранном языке, но еще и проповедовать, писать богословские работы на новых языках. Второе, чему мы уделяем большое значение, это все, что касается межправославного, межхристианского и межрелигиозного контекста. Потому что студент, живя в стране как франция, не может не задаваться вопросом о том, каково отношение русской церкви к католикам, к протестантам, к иным религиям, что такое межхристианский диалог, в чем заключаются межрелигиозные отношения и какова их цель. И в преподавании этих предметов мы стараемся основываться на соборных документах или на последних изданных текстах русской православной церкви, которые эти проблемы затрагивают очень актуализированно и верно. Так же, как проблема, например, отношения к современным западноевропейским ценностям, соотношения между свободой человека и его моральными обязанностями. То есть эти вопросы остаются совершенно естественно перед православными людьми, оказавшимися в западноевропейском контексте. Поэтому в социальной доктрине мы стараемся уделять тоже как можно больше внимания. То есть актуализировать предметы, традиционные для духовного российского образования, но в нашем особом контексте. Отец Александр, у нас в России и вообще в духовных школах сложилось такое убеждение, мнение, что православные богословские предметы могут читать только православные богословы и преимущества в чине священнослужителя. У вас, в вашем контексте, это, конечно, такой подход трудно разделять. Каково ваше мнение по этому поводу? Мне кажется, что это довольно второстепенно. Естественно, я нисколько не отрицаю наличие особой харизмы у тех, кто рукоположен в священники, в епископы и кто наделен особой миссией проповеди и вероучительства внутри Церкви. Но в то же время в рамках образования, особенно такого, которое сопоставимо с требованиями современной нашей эпохи, мне кажется, довольно второстепенно. И светские люди могут прекрасно преподавать историю Русской Церкви, историю Церкви вообще, патристику, библиистику и, собственно, то, что мы видим в западных учебных заведениях, будь то Парижские университеты или Лувенские, или Великобританские. Есть замечательные специалисты, миряне, часто даже неправославные, которые очень компетентно и объективно преподают наследие, например, отцов Церкви первого тысячелетия, которые прекрасно излагают богатства и особенности византийского богословия. И в этом плане, мне кажется, нам нужно ориентироваться не столько на сан и на конфессиональную принадлежность того или иного преподавателя, сколько на его настоящую компетенцию, на его профессионализм, на его педагогические способности и на его способность передать что-то настоящее, аутентичное своим слушателям. Отец Александр, у нас возникает вполне логичный вопрос о будущем вашего студенчества. Существует целый ряд даже крупных городов, в которых есть большая русская эмиграция, православная, которая не окормлена. Как вы думаете, есть ли будущее у этих студентов, которые могли бы решить подобные проблемы западного общества православия? Изначально, я думаю, это была одна из главных предпосылок для создания семинария. По крайней мере, архиепископ Иннокентий, тогда Корсунский, ныне Виленский, который был основателем нашей парижской духовной семинарии, он искал от нее в первую очередь решение проблемы нехватки священнослужителей православных во Франции и в соседних западноевропейских странах. То есть это все-таки остается нашим главным приоритетом. Подготовить священников, которые смогут в ближайшие годы окормлять православную диаспору во Франции и вообще вне пределов канонических московского патриархата. Но мне кажется, что наши студенты будут достаточно востребованы и в высших учебных заведениях Русской Православной Церкви в России, потому что они возвращаются с определенным опытом, довольно уникальным, особенно это касается тех, кто является выпускниками Московской и Петербургской духовных академий, которые к нам приезжают писать магистерскую или докторскую. То есть совершенно естественно, что эти люди, они одновременно имеют богатый запас знаний, который они получили в своих российских духовных учебных заведениях. И, кроме того, они будут располагать дипломами западных учебных заведений, и у них научиться определенной методологии, работы с источниками. И такие специалисты все-таки довольно редки. Поэтому я вот лично не очень переживаю по поводу трудоустройства наших семинаристов, потому что уверен, что в Русской Православной Церкви талантливые люди и те, которые получили достаточное образование, будут всегда востребованы. И вот сейчас, особенно на нынешнем этапе развития Московского Патриархата и миссии нашей Церкви, это особенно ярко заметно.